Советские удары поздней осени и ранней зимы 1943 года сильно дестабилизировали оборону немцев на стыке групп армий центр и юг воспользоваться ослаблением вражеских частей и успешными действиями под ленинградом и на украине поедавшими резервы вермахта было самое время наша задача активными действиями приковать к себе как можно больше вражеских сил и тем самым облегчить наступление на главном направлении на крупные успехи не рассчитывали но и на месте не стояли на пути советских войск стояла вторая армия генерала пехоты вальтера вайса из двух танковых и двух армейских корпусов половина одного из них венгерского была отвлечена на борьбу с партизанами которые на гомельщине создали настоящий второй фронт активно атаковавший вермахт 8 января в наступление перешла шестьдесят пятая армия под командованием генерала павла батова как и в предыдущих боях осень сорок третьего года на ржанщине первые часы наступления 8 января результата не дали оборона гетеровцев увязанность пересеченной местностью продавливалась с трудом и помогли не от подготовка и введение в бой танкового корпуса прорвать фронт не получилось необходимо было идти на нестандартные меры с востока группировка вермахта была прикрыта сетью сильных опорных пунктов попытка выбить немцев из мозырей калинковичей артиллерии успеха не принесла только угроза окружения могла заставить генерала вайса отдать приказ об отходе рокоссовский задумал напугать неприятеля внезапным обходным маневром по бездорожью быстро и скрытно из района ельска только им ведомыми тропами через леса и болота партизаны провели в тыл мозыцкой группировки 2 кавалерийский корпус генерала владимира крюкова одновременно с севера группировку обходили танковые соединения 1 гвардейского корпуса генерала михаила полова результате этого смелого маневра войска 61 армии во взаимодействии 65 и партизанами в ночь на 14 января овладели городом мозырь прикрываясь заслонами гитлеровцы спешно отходили бросая технику склады постоянно получая удары партизанских бригад быстро продвигаясь советские войска 20 января освободили азаричи 23 лельчицы высокому темпу наступления способствовали действия 16 воздушной армии в ходе мозырско-калинковичской операции летчики отработали новый способ использования авиации который будет активно применяться летом и осенью 1944 здесь мы удачно использовали истребители для штурмовки железной шоссейной дорог на участке калинкович и птич по этим магистралям противник отводил свои войска и технику когда наши войска начали его преследовать советские истребители уничтожали врага не только пушечно-пулеметным огнем но и небольшими бомбами на дорогах то и дело возникали пробки потом движение по ним совсем прекратилось гитлеровцы нередко вынуждены были бросать технику выйдя к рекам птич припять и путь войска остановились локальная задача была выполнена красная армия продвинувшись на 30 60 километров охватила бобруйскую группировку гитлеровцев с юга прорыв в стыке групп армии центр и юг закрыть к лету 1944 года линии сплошного фронта немцы так и не смогли в ходе операции багратион бобруйская группировка будет полностью уничтожена в котле окружения им